На воротах Петр Кочетков. Ему 19 лет и он отразил 95% бросков. Это статистика молодежного чемпионата мира по хоккею, по итогу которого Петра назвали лучшим игроком. Мы очень хорошо играли в защите и у нас была очень талантливая команда в этом сезоне, в этом году. Я выходил со мной мыслью получать удовольствие от хоккея, потому что такое событие бывает раз в жизни молодежи от мира. Так что хорошо, что удалось привезти медаль. Всего Петр отстоял пять матчей в чемпионате. Играли с чехами и словаками. Удалось даже побороться с принципиальным соперником для России – канадцами. Канадцы, да, это давно противостояние, с 1972 года, но все матчи с каждым соперником были принципиальны. И с канадцами пришел полностью зелено 20 тысяч. Ну, очень. Я никогда не играл при полных таких трибунах. Ну, здорово, как бы. Хорошо, что удалось добиться победы. Российская сборная завершила молодежный чемпионат мира с бронзовыми медалями. В матче за третье место обыграли Швейцарию со счетом 5-2. С победой спортсмена поздравили все игроки Рязанского клуба, а также тренерский состав. Теперь обратно в Рязань возвращаться к тренировкам, разминка, подготовка ко льду и вратарские упражнения. А игры совсем скоро. 12-го числа играют на родине, а потом улетают в Китай. Надо, ты бог, хорошо закончить домашнюю серию и, как бы, готовиться к Китаю. Ну, надо просто готовиться к каждой встрече. Там, все-таки сейчас при своих болельщиках играем, надо их как можно чаще радоваться. В основной состав Петр пока не заявлен. Это уже решение тренерского штаба. Вратарь вернулся накануне 8-го января, когда у клуба была игра с командой «Чалмет». В матче 10-го января также поучаствовать не удалось. Сейчас с боевым настроем Петр возвращается в привычный ритм. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.